Привет, друзья! Многие скажут, при чем тут жареные брюшки лосося, семги. Дело в том, что не каждому удается каждый день поймать семгу и употреблять ее в свежем виде. Часто приходится продукты, которые мы покупаем в супермаркетах, хранить в холодильнике. В холодильнике, который поддерживает технологию No Frost, лед в камере не должна образоваться. Холодильник должен работать в сухом режиме. Это один из последних достижений в сфере питовой техники. Все продукты, которые в нем хранятся, остаются свежими. Но иногда в холодильнике No Frost можно все же увидеть на лед. На заданной стенке в морозильной камере холодильника расположен испаритель. Рядом с ним устанавливаются специальные воздушные каналы и устройство для нагнетания воздуха. Вентилятор способствует продвижению холодного воздуха от воздушных каналов к холодному отделению. Непосредственно за испарителем расположен нагреватель, который регулирует режим оттаивания холодильника. По мере снижения температуры в холодном отделении, на испарителе образуется осадок, ИНЕЙ. Он должен регулярно оттаиваться, как только включается нагреватель. Вода, образовавшаяся после оттаивания ИНЕЯ, скапливается в специальном предназначении для этого ванночка, где предусмотрен патрубок, дырка, откуда вода уходит наружу, и она скапливается в наружном ванне. В результате правильной и четко сложенной работы охлаждающей системы холодильник сохраняет свежесть продуктов, а наледь в нем не образуется. Самыми распространенными неполадками причиной образования наледью являются 1. Нарушение герметичности дверцы с основной камерой холодильника. 2. Сосырение дренажного отверстия, предназначенного для отхода воды. 3. Татчик температурного режима вышел из строя. 4. Утечка хладагента. Если причина первая и вторая, можно их устранить самостоятельно. Ну а если причина третья или четвертая, тогда лучше обратиться к специалисту. Что мы делаем, если в морозильнике обнаружено налет? 1. Выключаем холодильник и внимательно осматриваем уплотняющие магнитные резинки на двери. Если есть подразительные места, где в камере холодильника подсосывается наружный воздух, немедленно исправьте эту неполадку. А если в этом плане все в порядке, переходим к следующему шагу. 2. Делаем то же самое. Выключаем холодильник. Вынимаем продукты. Даем льду отдаяться. И потом стараемся добраться до стенки морозильной камеры холодильника, где расположен испаритель. Откручиваем винтики, если они там есть, и стараемся осторожно снять пластмассовую защитную стенку, чтобы не отломать детали и держатели. Для этого лучше хорошо отдаять холодильник. Мне пришлось сначала одну, потом вторую стенку снимать и отсоединить штекера. Смотрим внизу испарителя. Там должна маленькая ванна, где стекают капли воды. Вода, образовавшаяся после оттаивания инея, скапливается специально предназначенной в этом ванночке. На дне ванночки мы увидим лед. А если ее там нету, все равно мы должны определить, где дырка, дренажные отверстия на дне ванны. Наша задача освободить ванну и это дренажное отверстие ото льда, чтобы вода свободно протыкала там. Для этого сначала берем теплую воду и заливаем ванну. Через несколько минут осушаем ванну тряпочкой и уже можно заливать более горячую воду. Делаем это так несколько раз и дырка на дне ванны должна освободиться от льда. Если в внешнем ванне мы увидим свежую воду, это значит, что дырка от льда освобождена, а если нет, работу можно продолжить с обыкновенным феном для волос. Не надо применять профессиональный фен, так как из-за слишком горячей температуры можно внутри все испортить. Креем несколько минут в тот место, где эта дырка, дренажное отверстие. Если дырка освободится от льда и там вода легко проходит, можно все собирать в обратном порядке и ремонт наш окончен. Вот и все. Если для кого-то это видео было полезно, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик и примите активное участие в комментариях. Спасибо всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!